Сейчас я сделаю маленький обзорный доклад об украинском национальном гриде, а также расскажу о том, какую литература сейчас есть в частности на украинском языке, на русском языке, какие мероприятия проводятся в Украине, связанные с высоковычислительными, высоконагруженными вычислениями. Ну и для тех, кто только изучает и только начал интересоваться гридом, расскажу о тех шагах, которые необходимо провести для начала работы в грид-системах. Что же такое грид-система? Грид – это территориально разнесенные вычислительные кластера, которые работают при помощи промежуточного правного обеспечения, обеспечивающие распределение и выполнение задач на разных кластерах, разнесенных территориально. Фактически, если мы с точки А запускаем задачу для расчета, то у нас может происходить в точке БЦ само вычисление задачи, при этом данные какие-то будут храниться у нас в другом узле, и на третьем узле будут еще происходить какие-то операции с уже полученными данными. Для того, чтобы это все работало, необходимо программное обеспечение промежуточного уровня, обеспечивающие работу самого грид-система. Существуют некоторые программы такие, это из самых таких известных G-Lite и ARC-Grid, Northern Grid. Также Globus Toolkit, на котором построен ARC-Grid, ARC Northern Grid. Так, что там? Сам украинский национальный грид на сегодняшний день состоит из 31 кластера, и вот территориальное нахождение их мы можем увидеть на данной карте. Фактически, начиная с 2009 года, весь национальный грид поддерживается на национальном уровне и производится его финансирование, достаточно активное финансирование его развития. Соответственно, очень активно создаются и кластера, и идет работа по началу обучения и подготовке специалистов по работе в грид-системах. Вот одна из книг, которая была издана в этом году в Киевском национальном политехе, и в котором начата подготовка специалистов в данной области представлена. Кому интересно, у меня есть электронный вид, и, соответственно, могу поделиться. Она достаточно объемно описывающая работу с гридом, а также содержащая практические задания и варианты решения тех или иных задач. Также на сайте КПИ дистанционное обучение находится несколько их старых версий методических материалов и книжек, которые тоже, в принципе, достаточно полезно было бы изучить при начале работы с грид-системой. Среди ресурсов, достаточно активно работающих и освещающих жизнь украинского грида, можно отметить основной сайт украинского национального грида, который недавно был запущен, и сайт виртуальной организации инфраструктура. В частности, это сайт объединения, которое работает работает на базе Института физики Боголюбова, находящегося в Киеве, и данным институтом достаточно большой объем работ курируется в направлении развития украинского грида. Из мероприятий это проходящий ежегодно ХПЦД в Киеве, в этом году он будет 8-10 октября, а также в этом году на ФОССИ мы также проведем секцию, посвященную высоконагруженным вычислениям, поэтому, кому, кто интересуется данным вопросами, кому есть что рассказать, будем рады видеть на обоих мероприятиях. Как же начать работу в гриде, и что для этого необходимо? Первоначально необходим сертификат пользователя грида, а также необходимо ваше участие в какой-то из виртуальных организаций. Что такое виртуальные организации и зачем они необходимы? Фактически, грид представляет достаточно большую инфраструктуру, в рамках которой решаются различного рода задачи. Для того, чтобы это было более более организованно, ученые объединяются в организации, работающие над какими-то конкретными темами. И в рамках этой виртуальной организации они обмениваются как ресурсами, так и различными данными. После получения сертификат в Украине можно через центр сертификации, соответственно, их сайт указан. После получения сертификата, после того, как вы вошли в какую-то из виртуальных организаций, вам необходимо настроить или клиентское программное обеспечение для работы в национальном гриде, в частности, это ARC или настроить сам сервер, который будет являться узлом грида. В случае, если вы собираетесь подключать узел в грид, то вам необходимо также получить сертификат на данный узел. в том же самом центре сертификации. После проведения данных действий фактически система готова к работе. Дальше уже работая в самой системе с клиентом, его командами, первоначально создается прокси-сертификат, так называемый это временный сертификат для выполнения задачи в грид-системе и с помощью него вы можете уже дальше запустить задачу для расчета. Соответственно, в сами задачи расчетные здесь уже необходимы естественно умения и навыки написания распараллельных задач и умения использовать те пакеты в грид-системах, в грид-системе и высокие знания в работе с гридом. В частности, мы в Одессе только начали изучать и учиться работы с гридом, только делаем первые шаги, но я думаю с помощью той же самой поддержки, которая выделена нам украинским национальным гридом, у нас будет это дело получаться и в ближайшее время мы сможем какие-то показать результаты уже конкретных вычислений. если говорить о том, как создавать сертификаты, прокси-сертификат, то соответственно вот такой маленький список команд, которые необходимы для работы с прокси-сертификатом. Для отправки задачи и контроля ее в грид-среде соответственно вот такие команды используются. Ну вот маленький пример задачи просто HelloGrid что как первоначально формируется сценарий, который отправляется для расчета, он содержит информацию о том, файле, который необходимо будет запустить, куда какие данные должны будут записаться, как называется задача и может еще содержать другие параметры, например, какое программное обеспечение необходимо использовать при расчете, какие ресурсы, количество ресурсов и так далее. допустим, HelloGrid наша должна вывести надпись и показать нам на каком хосте, какая дата и какой ID самой задачи был. в результате получаем в AUTXT данные о выполнении. На данный момент наша группа учится проводить все работы с grid и кластерами на базе Института теоретической физики Боголюбова. соответственно, вот здесь и видно. Большое спасибо за внимание, вопросы. Также буду буду Субтитры создавал DimaTorzok